Дмитрий Рыковсков Очень важно было посетить Альмаматор и поделиться опытом с теми, кто сегодня выбрал для себя стезю международника. Альмаматор и поделиться опытом с теми, кто сегодня выбрал для себя стезю международника. Бываем достаточно часто в Европе. Я, во всяком случае, про себя могу сказать, что я каждый год бываю в нескольких европейских странах. Обязательно. В этом году был уже в семи. По крайней мере, держим руку на пульсе. Мы не просто кабинетные ученые, которые что-то там по книжкам и по статьям узнают. Мы из тех людей, которые приезжают на место, ориентируются, общаются, что-то узнают на месте. Часто бываем на стажировках в разных совершенно местах и выступаем в качестве экспертов. Как и ведущие сотрудники Имами, лучшие студенты работают не только с текстами, но и в поле. В их докладах хватает остроты. Цифровая дипломатия США и создание единой европейской армии, взаимоотношения Третьего рейха с Турецкой республикой и черкесский вопрос в 21 веке. Все это работы молодых ученых, лучшие из которых войдут в сборники по итогам конференции. Я занимаюсь миграционной ситуацией в странах Европейского Союза. Конкретно я рассуждаю о миграционном кризисе, который начался в 2015 году, когда мигранты со стран Ближнего Востока и Северной Африки наводнили, скажем так, страны Европейского Союза. И в будущем надеюсь связать свою жизнь с преподавательской деятельностью в ВУЗе, но не хочу отклоняться от науки. И, может быть, что-то связанное с аналитикой тоже меня заинтересует. Я специализируюсь на исследованиях по Ближнему Востоку, современными политическими процессами, как Северной Африкой, так и Персидским заливом. И летом я ездила в Марокко, обучалась и изучала там арабский язык. Столкнулась с большим количеством мигрантов из Южной Африки. И я думаю, что это как раз станет будущей темой одной из моих статей. Вы знаете, интерес конференции к нашей очень большой, и студенты хотят участвовать в конференции. Их это привлекает, и они подают заявки. Вопрос только в том, чтобы научить их отличать истинное, научное, реальное от того, что они себе фантазируют, или от того, что они прочитали в блогах, в социальных сетях. Нужно это фильтровать. И вопрос стоит о приобретении качественного научного знания. Вот наша задача.